Послушайте, вы приехали озвучить ваши события, почему бы вам не ответить на наши вопросы? У этих людей нашли большое количество оружия, как вы можете это объяснить? Зачем этим людям оружие? Я говорю, Александр, расскажите лучше, зачем вы здесь сегодня и что за мероприятие? Это правда не будет. Судя по тому, что попекуются дела у Аюба Титеева, Судя по тому, что прошли люди через пытки в тот же самый Ильдар Дадин, Иван Непомнищик по болотному делу и так далее, никто не собирается заниматься расследованием этих пыток, понимаете? Людям выгодно искать врагов там, где их нет. Кокаиновый след никого не интересует, тянущийся с 2012 года из Аргентины. На государственном самолете переправляются наркотики, это никому не интересно. Ни ФСБ, ни ВСХ, ни в прокуратурии, нигде. А вот людей сделают преступник антифашистом. Это правда, пожалуйста. А при чем тут наша компания? Мы хотим понять, что это за мероприятие, за события такого. Есть вещи, есть люди, не руководители. Наша компания, я радуюсь. Простите. Но также у этих людей нашли большое количество оружия. Скажите, пожалуйста, как это состыкуется с тем, что вы объявляете их политзаключенными? Друзья, ну в общем, продолжается погоня НТВ за Валерием Борчевым и Леонидом Александровичем Кономаревым, которые пришли сегодня выразить поддержку антифашистам, которые подвергаются пыткам. Выразить протест против репрессивной системы, которая разворачивается под руководством Федеральной службы безопасности. Вот НТВ, с ними отказываются говорить, но от этих ребят, как вы знаете, так просто не отвяжешься. Молчите, пожалуйста, на вопросы, не молчите. Это ведь простые вопросы, ведь именно с этим связан ваш педс. Вы понимаете, дело в том, что это новый этап методики действия БСБ и средств. Раньше общество привыкло к тому, что вот хватает мусульман, иславистов, обвиняют их в терроризме, и общество как-то относилось к этому терпимо. Ну, мало ли чего там, а мы не знаем. Тут берут людей, которые никакого отношения к исламскому движению не имеют. Люди, которые заявляют о своей антифашистской позиции и доказывают эту антифашистскую позицию, их обвиняют в терроризме, их пытают. Есть свидетельства. Это вот спрашивают, где свидетельства. Свидетельства есть. И человек, которого пытали, Виктор Селенков, нашел мужество рассказать о путь, которым подвергался. К сожалению, на фоне разворачивающихся дел вокруг арт-подготовки, признанной Верховным судом окончательно запрещенной организацией, хотя такой организации даже не существовало, на фоне всех пыток, которые происходят против антифашистов и анархистов, можно сказать с уверенностью, что готовится какое-то большое уголовное дело о терроризме, о создании террористического сообщества. И людей заставляют подписывать показания, где они якобы являются членами этого сообщества. Идет работа по связям вообще протестных активистов разных организаций, таких как «Открытая Россия», «Сады Навального» и другие протестные движения местного уровня из разных городов России. Вот с этим плакатом мы стояли сегодня в здании Генеральной прокуратуры. На нем написано, что мы требуем расследования пыток. Каких пыток? Дело в том, что ФСБ объявило о том, что раскрыла террористическую сеть, в которой готовили взрывы какие-то акции во время президентских выборов. Но оказалось так, что все эти ребята, молодые люди, в среднем до 25 лет, они все подверглись пыткам. Задержано было около 9 человек. И причем задержания происходили так, что эти люди исчезали на двое суток и просто пропадали. Их искали родственники. А потом оказывалось, что их пытали в течение двух суток. И не давали возможности им иметь дело вызывать адвокатов. И во время пыток они оговаривали себя. Надо остановить ФСБ. Надо добиться того, чтобы следственная группа, которая проводила пытки, была отстранена от дальнейшего расследования. И чтобы не только отстранена следственная группа, а чтобы было возбуждено уголовное дело о наказании этих людей. И эти люди были бы наказаны. ФСБ. 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 ФСБ.